Всем привет! С вами Борис, и это 48-й урок по моддингу Сталкера. И сегодня мы поговорим о создании нового тайника. Сегодня будет идти речь о тайниках, которые изначально лежат на локации. То есть, которые мы при создании спавна на своей локации, мы закладываем изначально. Про тайники, которые там уже в некоторых модификациях, где скидываешь рюкзак и там уже делаешь свой тайник. Нет, это уже чуть другая тема. Там уже все по скриптам идет. А мы будем сегодня работать только со спавном. В общем и целом, будем говорить о тайниках, которые изначально лежат на локации. Ну что, теперь под это все дело нам надо скопировать несколько файлов из распаковки. Конкретно из папки configs, misc, и здесь лежат два файла. Мы будем делать тайник на совершенно новой локации. То есть, может вы помните, у меня тут квестовку. И там сейчас мы заложим, ну, один-два тайника. Будем заново его регистрировать. Поэтому берем файлик secrets и secrets зато он скопируем. Сразу нашу геймдату, configs, misc, и добавляем. Теперь мы можем, в принципе, и начинать. Нам надо только вот эти два файла из конфигов. Сейчас мы зарегистрируем новый файл. Перед этим его создадим. Будет у нас он называться secret-квестовка. Вот так. Теперь открываем файл secrets, и здесь видим, у нас include и list. Нам надо зарегистрировать здесь этот файл. То есть, регистрируем файл в include, secret, чтобы тебя, квестовка вот здесь. И в листах здесь мы добавляем новый лист тайников. Дописываем лист квестовка. Все. Здесь у нас сохранено. Так, 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 так. Теперь берем наш файл секрет-квестовка. И сейчас разберем структуру. То есть, вот у нас есть лист тайников, конкретное название тайника. А если мы спустимся ниже, у нас идут уже сами содержания тайника. Что у нас тут есть. Ну и, соответственно, отсюда можно, в принципе, все выпиливать. Так-то. Вот где-то. Да, вот так вот. Выпилим. И вот это все оставшееся мы выпилим. Вот так вот. Все скопируем. Выделим. И удаляем. Вот у нас остается. Здесь мы переписываем лист на лист нашей локации. То есть, лист квестовка. Здесь пишем название нашего тайника. Начало локация. Кв. Хайдинг. Плейс. Один. Здесь это скопируем и вставим в секцию. И я думаю, что тайник мы сделаем вот тут точно такой же. То есть, один пэм и патроны. Как вообще, в принципе, устроен тайник. То есть, вот это ID тайника. Здесь у нас пишется предмет. Потом первая цифра. Это количество предметов. То есть, допустим, вы заспаунили 1 пэм. Да? Здесь нужно быть указан 1. А второе. Это, так скажем, вероятность появления предмета в тайнике. Единица. Ну, обычно так во всех тайниках и прописано. 1, 1. Здесь то же самое. Здесь патроны. Их название. Количество коробок у нас 2. И, соответственно, вероятность появления 1. 1 это 100%. А если там вписать, ну, как я понимаю, 0.8, к примеру. То есть, это уже чуть другая вероятность. Вот 0.8. Но у нас здесь все будет 100%. Поэтому здесь вписываем единицу. Все. По сути, в файлах мы наш тайник зарегистрировали. И теперь самая интересная работа у нас будет в SDK. В папке Editors в Level Editor. Скажем так. Закидывать тайник весь вот этот вот. Надо локацию декомпилировать. У меня уже исходник есть. Локация скомпилирована 1 раз. И поэтому мы здесь будем компилировать только спаун. Если вы изначально загрузили локацию и провести полную компиляцию. А у меня все это уже было. Поэтому я скомпилирую здесь только спаун. Чтобы попросту не терять время. Ждем запуска. Итак, наш SDK запустился. Теперь файл open. И открываем нашу локацию квестовка. Ждем ее загрузки. Продолжить. Итак, вот у нас имеется локация. Ну, тут она еще, конечно, чуть подредактирована. Может, кто постоянно наблюдал, за ней заметили. Здесь новый бар, скажем так, за место курятника. Но сейчас это не самое главное для нас. Сейчас будем расставлять спаун. Разместим мы тайник, наверное. Ну, давайте вот в этой машине мы разместим тайник. Для начала мы заспауним предметы нашего тайника. Идем в спаун элементы. И для начала мы создадим space restrictor. То есть, restrictor, в который мы зайдем. И чтобы у нас тайник отметился. Значит, для создания restrictor сначала наберем shape. Там сферический, либо коробочный. Мы возьмем сферический. И ставим его здесь, на капоте, на кузове автомобиля. Можем даже немножко, в принципе, увеличить shape. Потому что кинем это на тайник, на сидушку. Вот так вот мы кинем. Вот. Теперь берем наши спаун элементы. В вкладке AI надо найти space restrictor. Ставим, соответственно. Это дело в любое место. Жмем attach. И к restrictor. Все, вот у нас он загорелся зелененьким. Значит, все в порядке. Теперь открываем. И здесь нам надо задать название space restrictor. Называем его как наш тайник. То есть, идем сюда. В secret zaton. Quehidden place 1. Так его и называем. Тип restrictor node A. Check for separator. Снимаем галочку. А в custom date пишем такую логику. У меня вот есть сохраненные пресеты. Ну, вы можете их переписать. Вот. Сюда пишем secret. Kfg. Путь к папке misk. И название нашего файлика. Secret quest. Вот. Все. Окей. Рестриктор у нас теперь готов. Отлично. Теперь внутри этого рестриктора нам нужно заспаунить наши предметы. А из предметов у нас, как видим, 1 PM и 2 коробки с патронами. Значит, делаем так Идем в вкладку Спаун элементов Сейчас заспауним патроны Ammo 9 на 18 FMG, у нас же там, если не ошибаюсь Они так и указаны, да, 9 на 18 FMG, такие же спауним Оп и хоп Вот у нас две коробки с патронами Выделим обе Сразу И сделаем так И отключаем Если не отключим, то Наши эти коробочки Свалятся куда-нибудь на IE сетку Сюда Ну, это, конечно, 100% будет Если не убрать А user for invisible for IE Это чтобы видели Либо не видели NPS Но нам это не надо, поэтому тоже отключим Теперь В Custom Data Пропишем такую логику Вот, у нас опять же пишем Secret и пишем название Нашего Секрета То есть Quech 1 Place 1 Вот сюда это вписываем Окей Так По отдельности Вроде бы С этим Так, с предметами Все у нас Теперь Надо заспоунить нам PM Сейчас его ищем здесь В PIX Вот PM Кидаем его сюда И сейчас немножко настроим Наверное, положение Да, чуть его сейчас Положу Так, на сидушку Вот, примерно вот так вот Здесь то же самое Use it and location Отключаем Visible отключаем Добавим в магазин 8 патронов И Здесь в Custom Data Прописываем Ту же самую Логику На вещь То есть Название секрета И название Тайника QVH1 Place 1 Скопируем И вот сюда вставим Окей Вот по сути То и все У нас Прописано В спауне Если У меня память Не изменяет Так Ну и в принципе Можем компилировать То есть Сохраняем Сцену Сейчас ее на всякий случай Проверю на ошибки Все в порядке И теперь Compile Make Game То есть Make Game Мы собираем Спаун локации SDK можем Закрывать И все это Сохраняем Дальше Идем в SDK Опять же В папку Editors И у меня здесь есть Установлены дополнительные Компиляторы Сюда вписываем Название нашей локации И компилированный Компилятор Это Tool Read Spawn Туда тоже Можно вписать В вашу локацию Там все точно так же Вот Все скомпилировалось Теперь Берем GameData Spawns И ищем наш Спаун свеженький Так Вот Квестовка Спаун Копируем Заходим В Припяти GameData Confix Ой не в конфикс Извиняюсь Спаунс Вот этот старый спаун Мы удаляем И вместо этого Впишем All Чтобы игра читала Наш спаун Если она будет написана По другому Мы скорее всего Заспавнимся где-нибудь На затоне Так Ну по сути все Файлы у нас Сохранены Так У нас Include Есть Лист Есть Тайник у нас Соответственно Прописан Ну в принципе Думаю Все Можно Теперь Идти проверять В игру Как все это Будет выглядеть Ну что ребят Встретимся в игре Итак ребят Мы запустились Ну и теперь Начинаем Новую Игру Ждем Загрузочки Отлично Ну что Пойдем смотреть В нашу машину Запрыгиваем Включаем свет И смотрим О да Вот наши Две Патронов ПМ Оп Тайник найден Все у нас Это есть Вот 8 патронов В пистолете Самом Как мы и рассчитывали Ну вот и все По сути ребят А потом уже Может когда-нибудь Мы сделаем Тайник Выбрасываем То есть на скриптах Там с выбрасыванием Рюкзака И так далее Но Говорю это Попозже Ну А на этом ребят Пожалуй Все Спасибо за просмотр Подписывайтесь Оценивайте Комментируйте Рассказывайте своим друзьям О моих уроках Моддинга Ну До новых встреч